Опа, блин, прочти дисклеймер. Тот получит денежное вознаграждение. Правда, мне всего пару победителей ответили, остальные почему-то промолчали и не захотели забирать свой пресс, но это ладно. Как я уже сказал, сегодня мы проверяем Windows 12. Не отвлекаемся, погнали первого проверять. Сергей Кор. Сергей Кор недавно был, я помню. Привет, это моя уже четвертая программа. Блин, реально, 4 программы чувак сделал уже. Для того, чтобы получить Windows 12, нужен ключ, который нужно будет взять у бота. Я думаю, можно схалатурить и не заходить к боту, а прямо отсюда взять. Как вам идея? Ну, внешне, конечно, не супер классно. Можно сделать намного, ну, более правдоподобную. Но так как человек говорит, что это его четвертая программа, ну, типа, иметься всего, и он не опытен в этом, можно посчитать, что это достаточно неплохо. Я помню, у нас какой-то конкурсант был похожий, он сделал такую же оболочку в Windows. Очень интересно будет, что и у этого конкурсанта. Так, а что, больше ничего и нет, тут здесь только панель задач, файлы и мой компьютер. Открываем данную программку. Install. Надо запустить Install. Запустим, допустим, от имени администратора. У нас грузится Windows 12. Чуть-чуть исправим. И сейчас... Эх! Не нужно пользоваться телеграммом. Ха! 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 Ладно, в любом случае, давайте. Все-таки, как нас попросили, нужно зайти в телеграмм. Я зайду, все-таки проверю, что там есть. Все, я зашел под собой в телеграмм. Открываем сюда. Нажимаем запустить. Нажимаем сюда. Да, это тот же самый ключ. Блин, зря скачал телеграмм. Не в зависимости от того, как вы получили данный продукт, настоящий документ является лицензионным соглашением между вами и изготовителем продукта. При вашем соглашении с лицензией мы будем вправе забрать все данные вашего компьютера и передать их третьим лицам. Нормально, я такой... договоренность. Если вы не подписаны на канал Неда Хакер Лайт, вам не разрешено скачивать и даже прикасаться к данному продукту. При вашем согласии мы не несем ответственности и вы не вправе идти в полицию. Примерно такое же лицензионное соглашение у Standoff 2. Кто не знает, у нас с ним небольшие стычки, поэтому на нашем канале больше нет роликов со Standoff 2. Но мы скоро сделаем буст, и там будет куча всего интересного. Например, мы там будем проверять платные читы. Как вам такая идея? Так, выбираем версию. Home, LTC и Pro. Кстати, смотрите, здесь помимо Windows есть еще какой-то WoW Cirrus. Давайте зайдем и посмотрим, что это такое. А, так это WoW Cirrus, абсолютно бесплатная игра, которая пойдет на любом компьютере. Сейчас мало качественных и бесплатных игр, но проект серверов WoW Cirrus приходит на помощь. Тут играют больше 60 тысяч человек, которые увлечены прокачкой и различной активностью, на которые можно хорошенько так подзаработать. Сейчас призовой фонд составляет 5 миллионов рублей, хотя недавно было всего лишь 2. Ты можешь играть на одном из трех миров, например, Скорж, где доступны все PvP и PvE нововведения, а все новые разработки сначала появляются тут. Можешь выбрать Алгалон. Мир, приближенный к чистому 3.3.5. Тут нет систем, влияющих на развитие, а режим войны включен постоянно. Ну или Cirrus, только что открывшийся игровой мир, на котором ты будешь первооткрывателем. Хотя не важно, какой мир ты выберешь, тебя всегда будут ждать новые расы и локации, обновленный интерфейс и HD-модельки. Cirrus постоянно развивается и не отстает от платной версии. Например, недавно добавленная фракция драконитов уже есть на серверах в новой локации Андракес. Ну а чтобы скорее попробовать, переходи по ссылке в описании, нажимай «Играть бесплатно» и регистрируй свой аккаунт. После скачивай лаунчер, выбирай «Игровой мир» и свой путь к вершине. Я, как всегда, выберу Windows 12 Pro, потому что на всех проверках я использую Pro-версию. Выбираем диск C, нажимаем «Далее». Так, ага, все, все верно. Нажимаем «Далее» и пошла установочка. И все, нам нужна перезагрузка. Смотрите, в автозагрузке уже появился файл «Open». Нажимаем кнопочку «Перезагрузки» и сейчас посмотрим, что за Windows 12 нам установил наш конкурсант. «Reinstall» и «Ааа, ты меня администратора!» Опять «уак» не отключил. Ну хорошо, давайте выполним. Какой Windows 12? Ты шутишь? Ты сам сидишь на Windows 10. А уже хочешь, чтобы Windows 12 было, так не пойдет, вот тебе QR-код. Так, хорошо. То же самое в КСке было, нет? Ну можно было что-нибудь поинтереснее, чувак. Windows64.net. А, это я понял, это сайт с Windows 11. И чё? Так, хорошо. Панель задач не работает. «Control» и «Delete». Диспетчер задач мы открываем. А, кстати, 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 да, блин. Тот из зрителей писал, что можно в диспетчер задач выставить настройку, чтобы диспетчер задач был поверх всех окон. Типа вот эта картинка, она будет под ней. Пульс не работает, винтап, никакая клавиша не нажимается. Быстренько, перезагружаем компьютер. В принципе, я могу просто взять и с диспетчера задач отключить Open. Могу удалить папку с Windows. И таким образом я обезапашу свой компьютер. Поэтому, к сожалению, высокой оценки за вирусы точно наш конкурсант не получит. Так, параметры по версиях... О! Есть! Открывается опять-таки вот эта штука. Но! Но! Благодаря нашему зрителю, за что ему огромное спасибо. Если Костян найдёт этот комментарий, он вроде мне его скинул в Телеграме, поэтому может найти. На экране покажешь, пожалуйста, челику реально надо сказать спасибо, чтобы показать, что чувак постарался. Нажимаем. «Control» и «Shift» и «Escape». Не открывается, понял. Диспетчер задач. К сожалению, да. Эта штука не помогла, как вы видите. Зрителю, конечно, спасибо за его комментарии, но не помогло в этот раз. Может быть, я ещё раз и поможет. Теперь же я удаляю Windows 12. Отключаем автозагрузку. И погнали дальше проверять. Конкурсантов-то у нас много ещё. Кстати, если вам нравится тематика с Windows 12, у нас этих роликов достаточно много уже было, то давайте на этом ролике наберём 5000 лайков и 500 комментариев. Тогда, как можно скорее, мы сделаем ещё одну проверочку с Windows 12. А, кстати, я ж оценок не поставил вообще ни за что. В принципе, видос – это лоны. Нам показали всё, что должно быть. Поэтому давайте всё-таки 5 за видео. За программку я ставлю 3 балла. К сожалению, больше я не могу поставить. Вот чуть-чуть визуала, чуть-чуть больше наворотов, функций всяких. Было бы супер. Ну, а за вирусу 2 балла. Даже 1 балл. Мы не останавливаемся, идём дальше. Денис, Windows 12 офишнл. Официал. Официал. Официал вроде как с двумя буквами F пишется, на всякий случай. Тут единственная кнопка «Скачать». Я, конечно, говорил, что за сайты добавляю баллы. Ну, блин, ну это совсем просто. Это тем более тильда, и я сам. Я сам на тильде делал приглашение на свадьбу. Поэтому это вообще очень просто делается. Тем более на диск Яндекс нас перекидывает, чел. Ну, к сожалению, в этот раз я не повышу баллы за сайт. Ну, а так, кто не знает. Если хороший сайт есть, я балл накидываю. Ну, блин. Ну, смотрите, опять-таки. У нас перо. Это вроде как Python. Ну, короче, этот. Ладно, не Python, а какая-то вот. Короче, вот это перо, это означает, что в какой-то программе писали. И не поменяли ярлычок. А очень бы хотелось, кстати. Это, конечно, не супер визуально красиво. Но уже более похоже на настоящую. Парень сидит на Windows 11. Качает Windows 12. Ему предлагают купить Windows 13. Это, конечно, прикольно, интересно будет проверить, потыкаться. Но по видосу такое себе. Типа, он просто сюда вставил вот этот. Он просто вставил Windows 11. За геймплей, ну, максимум я полбала поставлю. Хорошо. А так, в принципе, достаточно неплохо получается. Показали, как скачать. Есть озвучка. Потыкался в программе. Установил. Ну, давай 4 балла. 4 балла за видео. Я думаю, это неплохая оценка будет. Зачем-то здесь видео я мажу жопу вазелином. Не вижу смысла ждать. Поэтому сразу же погнали в эту программку. Мы запускаем. Сразу же пошли процессы. Покрутились, повертелись. Диспетчер задач у нас, смотрите, уже заблокировал. Да, видите. Нажимаем сгенерировать ключ. ТТО. Ну, короче, регистрация здесь не нужна. Единственное, что нужно было, это ключ с генерацией. В принципе, я здесь немножко накосячил. Я пытался проверить разные исходы. Блин. Похоже, я испортил данную программу из-за того... А, кстати, есть вариант. Как я понял, смотрите, здесь по ошибке он пытается Task Manager переименовать в Task Manager 1. Поэтому... А что, если я сделал вот так? Вот так? Вот так? Вот так? Продолжить. Серьезно? И оно теперь заработает? На будущее буду знать. Если вдруг какой-то конкурсант нам, типа, отключил якобы диспетчер задач, можно просто зайти и переименовать его. Хорошо. Я исправил свою ошибку. Но, к сожалению, из-за вот этого бага нельзя второй раз открыть эту программку. Потому что она будет, типа, не находить Task Manager 1, просто Task Manager, и переименовывать Task Manager 1. Еще раз делаем ключ. Кстати, смотрите. Он меняется постоянно. Ладно. А если... 1, 2, 3... Хорошо. Прикольно сделано. Получается, без этой генерации нельзя пройти. И там реальная генерация идет. Нажми. Хорошо. Давайте нажмем, посмотрим, что здесь. Ну, хотя бы не Recrawl. Так. Устанавливаем язык. Россия. Других и нет. Формат времени и денежных единиц. Тоже Россия. Метод ввода, раскладка клавиатуры. Ну, мог постараться и вписать сюда другие языки. Было бы намного интереснее. Мы все выбрали. По сути, нажимаем далее. Давайте купить Windows 13. А, я тебя понял. Классно. Короче, разницы нет. Нажимаешь ты купить Windows 13. Либо нажимаешь, что там, установить. В любом случае, кидает на скачку. Так что пришло время поставить оценочку за программу. Как я сказал, я уже поставил четверку за видео. Но, к сожалению, за программу я ставлю точно так же троечку, как и первому конкурсанту. Не так много функционала. Визуал можно было сделать получше. Тем более, у нас вот перо вот это. Я же предлагаю пойти установить Windows 12. Вот зачем музыка была. Я мажу жопу вазелином. Я так люблю анализы. Как попытаться выйти? Мы можем ввести что-то. Можно скинуть 50 рублей. Тут кивайсик. Ага. Мы скинем донат, но не получим ничего. Диспетчер задал задачи, кстати. Да. А что делать? А что делать? Диспетчер задачи у нас отключен. Он переименован. Блин, я не знаю, что делать. Какие варианты? А я могу закрыть. Это нахер, да? Попробуй еще раз. Остался лишь единственный вариант. Попытаться перезагрузиться. И успеть до загрузки данной программки. Включить таск-менеджер и отключить автозагрузку. Быстро, быстро, быстро. У нас осталось мало времени. Систем, систем 32. Таск. Переименов. Вот это переименовать. Не-не-не-не. Будет смешно, если я так спешу, пытаюсь успеть. А на самом деле там автозагрузки... Ничего нету. Действительно, очень смешно. На самом деле, действительно, не было никаких... Блин. У конкурсанта очень интересный вирус. Я бы поставил даже высокую оценку. Но автозагрузку чуть-чуть не хватило. Вот в автозагрузку бы запихал. Но, к сожалению. К сожалению. Один балл. Я очень надеялся, что в автозагрузке появится программка. Но наш конкурсант, к сожалению, не смог этого сделать. У нас осталось немножко времени. Давайте быстренько проверим еще Егора. А остальных мы оставим на следующий ролик. Как я уже говорил, 5000 лайков с вас. Отлично. Здесь есть сайт. Здесь есть... Вот за такой сайт? Я готов поставить балл. Ну, дополнительный балл в программу. Вы посмотрите. Парень-то постарался. Оно реально прям как винда. Балл снимается за то, что нет озвучки. Скачивает. Нажим. О, там прям так? Два балла накидываю. Два балла накидываю за сайт. Это... Это... Это классно. Вы не переведите меня. Но два балла, мне кажется, парень заслуживает. Сайт просто бомба. А вот видео, блин, нет озвучки. Пол ролика вообще непонятно о чем. Но я два балла ставлю максимум, чувак. Конечно, сейчас ты за программку получишь неплохо так баллов. Хотя, стоп. Программки-то нету. За программку я не знаю, что ставить. Даже, наверное, один балл. Ну, хотя бы просто... Блин, это даже не программка. Это CMD-шка. Ну, вот точно так же, как... А-а-а, о-о-о, перезагрузка. Ну, я не знаю. По крайней мере, это не батник. Поэтому давайте я все-таки один балл поставлю за программу. Приплюсывается два балла за сайт, потому что сайт просто бомба. Получается за программу три балла. Это что? А в чем вирус заключается? И как бы вируса здесь даже нету. Я не знаю. К сожалению, данный конкурсант дисквалифицирован. Если кто-то хочет... Блин, было бы очень прикольно, если бы он с кем-то объединился. Мы, к сожалению, будем заканчивать. Я вам как силы желаю хороших антивирусчиков. И до скорых встреч. Ведь ролики выходят у нас буквально через день. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok